Всем хай! С вами Юджин и мы наконец-таки с вами снова играем в Don't Starve GAMLET! Сегодня я узнал прекрасную новость о том, что дополнение GAMLET вышло из раннего доступа и теперь оно полностью готово. И это прекрасный шанс начать для нас новое выживание, более аккуратное, более продуманное, более успешное, чем другие наши выживания до этого. Вся проблема была лишь в том, что игра была в раннем доступе, а значит забаганная, незабалансированная и в общем все вот эти вот отмазки, которые я могу вам сказать, лишь бы отвести от себя подозрение, что у меня плохо получается играть. Это все не так. Вы сейчас сами все увидите. Начинаем играть. Народ, прежде чем мы начнем игру, спешу вам сообщить, что... 1 и 2 июня в Москве пройдет фестиваль Эпик Кон Раша! Что такое Эпик Кон Раша? Это масштабный фестиваль фантастики, посвященный фильмам, комиксам, играм и сериалам. Короче, всему, что вы любите. Но я же знаю, что Евгения вы любите еще больше. Я тоже его люблю. Он классный парень. Я не он, я просто диктор, вы не подумайте. Короче, если вы так сильно любите Евгения, то вот вам еще один повод посетить Эпик Кон Раша. Юджин тоже там будет 1 и 2 июня. Вы будете с ним общаться в лекционных залах, где он расскажет о своем пути к становлению классным, офигенным чуваком, которого вы так любите. Я не он, я повторю, я просто диктор, который тоже считает его клевым. Сам же я полнейший неудачник. Заходи по ссылке в описании и получи скидку на покупку билетов. Увидимся с вами там. То есть меня там не будет. Кто этот у нас, чувак такой, похож на Альберта Эйнштейна? Мистер Луковка? Растения могут ему сопереживать. Смотрит ли меня какая-нибудь травинка, какой-нибудь сорняк, а? Пишите в комментах. Мне нравится этот чувак. Мне кажется, что он будет все очень круто исследовать. И поразительнейшие открытия ждут нас. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-таки, наконец-таки разогрузилась. Старик! Старик! Просыпайся. Евгений, я только что проснулся в этом мире, но уже совершил важное открытие. Правда? Какое? Я рассмотрел вас детально в микроскоп и понял, что вы нуб. Знаешь что? Я докажу тебе обратное. Это было давно. А почему у тебя все заблёрено? Может быть, потому что у него плохое зрение? Ой, зря я выбрал тебя, да? Вы не пожалеете, Евгений. Мне просто не понравилось играть этим персонажем. Что за блёр вокруг? Это неудобно. Говно какое. Давайте попробуем цветочек. Понимаю, начало получилось довольно-таки смазанным, но... Так вот, как хамелеоны маскируются на самом деле. Всё, встаём. Очень крутой персонаж, мне он нравится. Посмотрим, удобно ли им играть. Сможем ли мы, наконец-таки, победить в этой игре. Могу починить стенку. Какой неприятный у него голос. Как будто он робот. Первым делом нужно добывать очень-очень много травы. Живое бревно. Уложите душу в свою работу. Давайте построим. Что я сделал? Хороший друг. Я сделал себе друга? А зачем? Получается, я могу взять и от себя оторвать. А, смотрите, потом мы можем это бревно живое с чем-то смешать. Какой-то гландой венома. И что-то получить. Также у нас есть возможность сделать шапку. Я как будто пугало на огороде. Где ворона? Я должен спугнуть её. Это первое в мире пугало, которое нападает на вредителей. Смачета! Улетело. Далее мы должны с вами найти камни. Вот, например. А, флинт. Нам нужно с вами их три. И веточка. Огород. Какой-то странный огород. А это что такое? Каменная штука. Коробка. Для чего-то она нужна. Морковка выглядит подозрительно, как будто это приманка. Но я растение. А значит, думать не нужно. Я подобрал себе идеального персонажа для себя. Окей, мы уже можем сделать кирку. Прекрасно. Ещё один флинт и будет топор. Скоро мы лишимся своего мачета. У нас, кстати, есть кирка. Давайте её экипируем и разобьём этот камень. Это немного не то, что я хотел получить. Вон ещё один. Очень скоро будет совсем темно. У меня ведь есть что-то для того, чтобы разжечь костёр. Ничего нету. Разве что факел мы можем сделать. Этого мало. Воу. Добыть. Хорошо. Слышите, какие-то стрёмные шумы. Кто это? Кто-то бродит здесь. Где? Ой, блин. Всё, всё, я тебя помню. Так, лучше отсюда выйти. Так, ладно, всё. У нас не получилось добыть ничего. Берём. Пакел. Охраняй меня, маленькая приятная штучка. Я не знаю, что ты есть, но охраняй меня. Посмотрите на лицо этого растения. У него осознание. Да я же растение? Охренеть. Это просто шок. Я первый в мире растение, которое себя осознаёт. То есть, всё время, когда меня удабривали. Это был просто абсёрд. Блин. Размышляя об этом, я думаю, что сознание это всё-таки проклятие. Просто приходится осознавать очень неприятные вещи. О, посмотрите, кто это тут у нас. Мы можем тебя добыть. Ты не настоящее дерево. Я ненавижу всех, кто косит под дерево. Топор найден. О, всё, кирка сдохла. Прости, брат. Я должен тебя срубить. Друзья, этого не любят. А что вы от меня хотите? Как я, по-вашему, должен добывать древесину? Мне же надо как-то костёр сжигать. Я что, буду себя сжигать? Что это такое? Хотя я растение, но я не понимаю, что это такое. Ну-ка, давайте возьмём мачете. Его можно использовать, да, чтобы срубить? Для чего это? А, это можно сожрать. О, нет, 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 нет. Спасите меня. Давай, друг, я же тоже часть природы, как и ты. Спасибо. Погодите. Они ничего со мной не делают. Воу. Воу. Нет, они что-то делают со мной. Хватит. Давайте, может быть, съедим. Ммм, мы отравились. А потому что мы занимаемся каннибализмом? Или что? Что это значит? Как мне атаковать? Вот. Давай, пошли, 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 пошли. Да что такое? Есть. Ух, отстали. В итоге напали на этого чувака. Ну всё, я оторванулся. Чем же мне питаться здесь? Может быть, бобами? О, мне нужна всего лишь золотая руда. Спасибо. Да хватит меня коцать. А, корк, 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 корк. Это не считается, да, как за бревно? Вообще не считается. Ух, нет, случайно. Горю, горю, горю. Где-то был пруд. Я уже очень много всего на себе перенёс. А ещё я очень голоден. Может быть, морковку? Ах, шоу. И мозг у меня что-то страдает сильно. Погодите, погодите, погодите. О! Получается, если мы рвём цветочки, то у нас мозг страдает. Что же нам рвать-то надо? Может быть, надо поджечь эту собачку? Я себя ещё поджёг. А! Я всё поджёг. Простите меня, простите. Я просто экспериментировал. Я любопытное растение. Ох, мы всё хуже и хуже. Мачете. О! Посмотрите, я подобрал семена. Я могу их посадить. Новый друг. Это повышает, да? Повышает мой мозг? Почти вырос. Давай, птичка, оставь ещё семян. Мы должны, наоборот, способствовать развитию дикой природы, да? Да! Знание получено прямо в голову. Растение развивается. Оно эволюционирует. Давай, попугайчик, оставь. Оставь семена. Не оставил. Ой, осторожнее. Горилла-паук. Целое семейство гориллы-пауков. О, семена. Семена. Вот. Сажаем. О, хорошо как. Бодрость. Наконец-таки. Ясный ум. И странные чудовищные тени в лесах. Всё как полагается. Я так понимаю, что если я поройсь в куче грязи, тоже будет плохо, да? Нет! Мне, наоборот, нравится. Мне нравится рыться в грязи. Вот это да. Вот это открытие. Нужно четыре бревна, чтобы сделать научную машину. Когда я уже смогу сделать брёвна себе? Где они? Плохо я здесь сейчас срублю. Вот я не смотрел на параметры. Плохо. Ой, змея. Змея же мой друг. Ты мой друг. Сволочь. Есть, убил. А вот, наконец-таки, брёвна. Пора уже делать огонь. Ибо я схожу с ума. Ибо ночь скоро настанет. С другой стороны, я скоро умру. Несмотря ни на что. Осталось 7%. Может быть, бревно сжечь? А, погодите. Или, может быть... Я не знаю, что мне сделать. Всё, я подох. Карманы говном набью и всё. Умру с богатством. Ведь растения мечтают умереть именно так. Полный карман удобрений. Рест in peace. Не, ну подождите, подождите. Мы начинаем новое ответственное выживание. Оно самое главное будет в нашей карьере. Мы должны подобрать себе удобного для нас персонажа. Я тестирую. Венди. Ну, конечно же. Венди это то, что нужно. Посмотрите на её пустой взгляд. Видно, что она внутри мертва. Как и я. Венди проснулась. Почему у неё такие белые глаза? Просто они вообще безжизненные. Это стрёмно. Как будто она мертвец ходячий. О, слышите? Это её голос. Очень неприятный. Что ж, вот мы начинаем наше серьёзное выживание. С Венди. Свинская башня. Добро пожаловать в город свиней. Достопочтенный свин. Добрый день. Какой у вас красивый огород. Что вообще можно здесь стырить? Ничего нельзя стырить. Какой смысл от этого дома? Говно. Если я это сорву, на меня будет охота объявлена. Да. Тебя побежали. О, посмотрите, какие деревья. Это прям целая местность. Видите, как она сделана? Красиво подстриженный газончик. Деревья совсем другого качества. Я не понимаю, что я должен сделать. В чём прикол именно этой игры? Прикол в том, что можно взять кирку внезапно. Всё, хуже не будет, ребят. У-у-у. Протни. Мы будем грабить города. Ха-ха. Эту девочку ничто не напугает. Она мертва внутри. Ей плевать. Как и мне. Можно творить любую фигню. Кстати, мне так нравится. Мне нравится творить любую фигню. Бесстрашно. Кажется, мне сейчас... Ага-ха. Фигушки. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? О-о-о. Вы решили вдвоём, да, окружить меня. Что мы ещё можем взять отсюда? Вот это, например. Они, кстати, очень быстро бегают. Они меня догоняют. О, он снял шляпу передо мной. Продолжаем, продолжаем. Как было близко. Что это? Белки? Белочка. Орешки. Ты очень хочешь орешки, да? Атака! О, посмотрите на эти щёки. Она украла. Нужен топор прям срочно. Я вернусь к этому дереву, если получится. Да почему одни камни? Мне нужны флинты. А, стоп. Я же кирку нашёл. Глупая девчонка. Ты что, не знаешь, что ты кирку украла? Всё равно камни. Боже мой. А почему одни камни? Хорошо. У меня идея. Давайте не будем тратить ресурсы на производство факела. А просто будем ходить за светлячками всю ночь. По-моему, это светлая мысль. А? Поняли игру слов? Светлая мысль. Всё, ночь наступила. Если что, давайте в руках вот держать. Наготовим все ресурсы, чтобы сделать факел. Не бойся, светлячок. Я не пялюсь на тебя. Я не нарушаю твою зону комфорта. Мне лишь нужен свет. Утро настало. Давай, сдохни, свинья. Хоть неживую свинью смогу победить. Давай, что там у нас было? Нет? Я думал, будет золото. Мы, наконец-таки, можем сделать топор. Змея. Ну ладно. Сейчас мы быстренько с ней. Есть и хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я съел. Ой, дурак. Случайно съел. Есть золото. Погодите, у меня есть какой-то цветок Эбигейл. Я чувствую, что присутствие Эбигейл становится сильнее. А, это та самая подруга, которая её преследует? Которая нас будет преследовать? И сводить с ума, судя по всему. Хорошо, мне нужно сделать научную машину. Это главная задача на сегодня. Да мы можем, в принципе, взять и отпустить эту улиточку. Зачем нам её есть, правильно? Я безжизненная, безжалостная девочка. Венди, ну может быть, мы всё-таки, ну как бы, зрители хотят, чтобы мы были позитивными, добрыми. Нет. Потому что нам приходится, да? Мы постараемся это потом исправить. Нет. Хорошо. Мы это отложим на будущее. Нет. У меня какие-то проблемы. Все мои персонажи почему-то всегда идут против меня. Окей, что мы открыли на сегодняшний момент? У нас очень большая территория. Я бы там поселилась. Там красивые белки бегают, их можно убивать, жрать. Венди. Что ты такое говоришь, Венди? Мы будем к ним очень добры, да? Нет. Все же, давайте как следует нарубим побольше дерева. Что нам нужно, чтобы сделать научную машину? А, больше дерева. Ты чтоб вас побери, гребаные змеи. Хорошая попытка. Дохло. О, змеиная шкура. Выпад был классный. Вот тебе пощечину. Есть. Сколько времени осталось? Еще нормально. Можем нарубить дерево. Яйцо. Что бы нам с яйцом сделать? Пока ничего. Оставим его тут. О, еще одно яйцо. Давайте объединим. Я знаю, что можно сделать с яйцами. Высидеть их, конечно же. Нет. Мы их разобьем. Чтобы поесть. Нет. Чтобы разбить. Ладно, хорошо, разбей эти яйца. Нет. Я про твоих. Мы развели костер. Большое здесь. Мы будем базироваться. Что? Мой голос в порядке. Ничего не произошло. И научную машину давайте ставим. Горно сорвалось. И научную машину ставим. Мой голос в порядке. Ничего не произошло. Белочки, а что вы не спите, я не понимаю, ночью? Вы что-то задумали? Венди, давай не будем их трогать, пожалуйста. Конечно, не будем. Мы будем их бить. Беги, Белка, беги. Она сумасшедшая. Ух, она успела убежать. Ненадолго. Вот ты делаешь. Нет. 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 Давай, давай. Та, забежала. Ладно, в следующий раз, Белка. Что ж, давайте готовить еду. У-у-у, какая интересная штука. Мы можем ее посадить. Я не знаю, что из этого вырастет, но что-то прикольное, возможно. Давайте гонить этих Белок отсюда. Правильно. А еще мы наготовим всю эту еду. Ладно, Венди, ты, наверное, проголодалась, да? Да, вижу, что проголодалась. Давай покормим тебя. Нет. Но ты же умрешь. Вот у тебя живот бурчит. Я хочу, чтобы ты проиграл. Да, Женек? Мы тоже хотим, чтобы ты сдох. Мы все этого хотим. Что вообще происходит здесь? Пожалуй, на этом мы закончим. Это странно. И тогда иногда я просто сам не контролирую то, что происходит в этом летсплее. Фантазия пускается слишком далеко. И... Получаются такие странные... Странные концовки. Огромное, ребят, спасибо всем, что посмотрели этот видос. Надеюсь, что вам понравилось. Это новое мое выживание. Оно три раза начиналось. Надеюсь, вот это уже будет прям до конца. Если вам нравится, don't start. Если вам хочется увидеть мое полное выживание дальнейшее в этой игре, чтобы оно дальше выходило, обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, становитесь доску своими. Кто такие доску свои, а? Вы не знаете? Доску свои это те, кто подписан на наш канал. И те, кто со мной на одной волне. В плане мышления, желаний, стремлений и предпочтений. Поэтому, если, когда вы выдумаете различные истории, ваши персонажи пытаются вам дерзить, хамить и... Всячески вас подкалывают и пытаются убить, то... Добро пожаловать в семью. С вами был Юджин и всем пять! Субтитры сделал DimaTorzok